всем привет друзья сегодняшний мой ролик будет посвящен бас-гитарному педал борду а именно то какие педали у него могут входить какие варианты так сказать компоновки могут быть педал бордах и я хочу это все показать на своем примере потому что многие спрашивают у меня лично сообщениях либо той встречи то какие педали выбираю что зачем должно идти и так далее и тому подобное возможно для многих это уже не секрет но я надеюсь что это видео будет полезно скорее на новичкам больше которые хотят выбрать себе конкретно девайсы и соответственно все это поместить на борт следует сказать что габариты педал борда определяется наверно в первую очередь тем что человек выбирает непосредственно для себя здесь нет никаких правил потому что музыка может быть разность или игры может быть разным и в общем-то вкус у каждого человека свой поэтому педал борд может быть от гигантских каких-то размеров до совсем маленьких и гораздо меньше чем вот конкретно меня так у меня педал борд фирмы pedal train модель метра 16 это один из самых маленьких педал бордов которые есть у этого бренда надо сказать что они очень большой модельный ряд они специализируются на педал борда в первую очередь также блоках питания и тому подобных вещах каждый может найти для себя то что ему подходит больше это третий педал борд этого бренда который я использую первый был несколько раз больше потом не помню уже модель какая была потом значит второй был у фирмы pedal train модель классика если не ошибаюсь это уже был поменьше педал бордом был в таком жестком кейсе клевом но со временем и в нем мне отпала необходимость я стал использовать вот такой вот небольшой педал борд метра 16 в принципе все педали которые используются умещаются на нем и пока что я остановился на этой модели не знаю как будет дальше итак по порядку что я использую значит первая в цепи идет у меня тюнер в данном случае это полетим от тис электроника в такой mainstream его все покупают он очень надежный точно показывают строй никогда не подводит и что мне еще нравится что при использовании тюнера именно в такой последовательной постановки они в параллельно можно при нажатии использовать его и делать мьют сигнала не нужно ждать на сцене пока тебе звукорежда мутирует махать руками когда все же ушли просто жмешь кнопку и уходишь значит второе идет у меня в цепи это фуз от white huge swollen pickle дальше идет у меня педаль mxr белобаз фильтр тоже довольно популярная модель вот следующий идет компрессор от агилляр далее идет у меня хорус после хоруса у меня идет ревер от электрогармоникс холи грейл и дальше все это выходит в прям под дар глаз и так еще раз тюнер фуз мxr басный вот фильтр компрессор порос дальше идет ревер и предусилитель почему я выбрал такую последовательность много есть вариантов компоновки но определенная есть опыт когда нужно ставить педаль в определенной последовательности это касается компрессии педали модуляции и прочих эффектов ну тюнер понятно я ставлю первую цепь хотя можно было на самом деле его поставить и посередине но здесь удобнее тем более что габариты как раз таки позволяют и не нужно тянуться ногой очень часто то есть это проходит происходит либо в начале с это либо уже в конце вот соответственно это же касается компрессора у меня всегда включен и он мне находится здесь не нужно ногами тянутся особенно это неудобно когда нет освещения на сцене или она мелькает то есть включил забыл тоже касается предусилитель то есть те педали которые я в общем-то редко использую включая выключая их они у меня находится сверху все остальное находится ближе к ногам вот фуз у меня стоит сразу после тюнера и до компрессии почему потому что не очень мощный день компрессор его сглаживает вот соответственно сигнал выходит более ровно если помни оставил после компрессии тогда сигнал бы очень сильно разнился тоже касается инвела фильтра обычно их ставят до компрессора до компрессора ставится фильтр потому что сигнал идет необработанным и как раз все эти крутилки чувствительность смешение сигнала вау эффект они все в общем-то идут в чистом виде в том каком нужно обрабатывать это педали уже потом день сглаживается компрессор то как вы выставите но соответственно модуляция у меня идет уже после компрессии конечно в идеале и ставить в центре тёрнов в этом преампе нет центре тёрна поэтому я его ставлю до в принципе мне это особо не смущает соответственно после модуляции идет уже предусилитель тут тоже моделей может быть куча целая рынок довольно большой но я остановился на фирмы дар глаз потому что в нем также очень хороший перегруз а учитывая габариты на педал борда мне некуда уже было бы отдельный перегруз ставить учитывая что мне уже есть фуз мне нужно было понимать как не уместить в одной педали две функции ну я выбрал этот предусилитель к тому же он дает очень хороший чистый звук мало его красит деликатная есть такая эквализация мне больше собственно и не надо единственный минус наверное который я мог назвать это фантомное питание его здесь нет а очень хотелось бы потому что бывают такие случаи когда выезжаешь на концерт лишь с одним предусилителем без всяких блоков питания и тут а как раз фантом в общем-то не помешает ну единственно еще можно сказать о блоке питания блок питания у меня фирмы фонограф это отечественная фирма очень клевая мастерская они делают блок питания некоторые эффекты ну как именно не вдавался единственно могу ссылку поместить под видео и вы увидите все что эти ребята делают фирма если не ошибаюсь из вологды и они делают довольно качественно популярные блоки питания также на экспорт не только в нашей стране я выбрал конкретно этот блок питания потому что его очень удобно крепить под педалборд соответственно он высвобождает место выходы здесь их несколько как вы видите это на 10 на 250 еще на 250 потом с переключающимся на 9 на 18 потом еще два выхода есть на 9 и на 12 соответственно таким блоком питания можно на самом деле усилить не только такому маленький педалбордик гораздо больше борт с большим количеством девайсов собственно говоря всем рекомендую очень классная фирма и что радует то что фирма это отечественное производство всегда можно кстати говоря отправить сообщение в директ в группу вконтакте и человек всегда на связи он ответит на любой вопрос также поможет по компоновке педали вашего педалборда и скажет что чего питается то есть вот такой вот очень хороший конструктивный подход что бывает редко и так основные моменты я вам перечислил хочу пожелать вам удачи в поиске своего собственного звучания самое главное что нужно понять это то что приходит многое с опытом и то какая комбинация педали будет у вас какие бренды выбираете и какие эффекты все зависит непосредственно от вашего вкуса и вашего желания играть конкретно в каком-то стиле некоторые значит педали их обзор есть на моменту в канале вы можете посмотреть их по ссылкам ниже я их оставлю подписывайтесь ставьте лайки и если интересно оставляйте комментарии задавайте вопросы я с удовольствием на них отвечу пока